Инна Молчанова. Страшная тайна. Рассказ из цикла «Ментовские байки». И каких только чудесов не встречалось в милицейской среде советского периода. Народ там по прежним временам был лихой, отважный, дружный и юморливый. То новичку прописку учинят, заставив его искать печать для трупов, то бабёнку шальную уговорят выступить в качестве наживки на насильника, а то возьми, да и соблазни его по обоюдному согласию, то спиртягина арестуют и давай её оприходовать до белых бабочек. Нет, конечно, и работали хлопцы как звери, и преступному элементу спуску не давали, причём без всяких там пота, жировых и ДНК, но и казусов и приколов было немало. А вот этот случай и вообще особый, достойный того, чтобы его описать. Случись с лютой зимой на железке пренеприятнейшее происшествие. Прямо на путях обнаружили милиционеры человеческую ступню. Обыкновенную такую ступню, без ботинка, но с носком. Ступня есть, а трупа ни-ни. Всё вокруг обошли, обыскали. Сбежал труп. Или тот, кто живой, но без ступни, и всё тут. По местному радиотелевидению объявили, мол, так и так, если жив, то приди, мил человек, забери, так сказать, утерянную собственность, конечность, а ежели нет, то родственники твои нехай придут и передадут, как полагается, тебе останок тела, чтобы ты предал его земле. Ждут день, два. Конечность мирно хранится, как вещдок за куском между рам, благо дело зима. На третий день от окна потянулся неприятный душок. Что делать? Вещдок он и в Африке вещдок, но сохранять надо, коль дело заведено. Но ни в сейф не положишь, ни в шкаф, чревато. Поручили младшему сержанту, придумай чего-нибудь. Тот ступню забрал и куда-то примастил. Неделя другая, да и забыли о находке. Другие дела отвлекли. А время все шло и шло. Вот уже и весна на дворе. Птички-курлычки забеспокоились, снег растаял, пора и хозяйством заниматься. Объявили субботник. Надо было двор перед РОВД убрать, а в гаражах порядок навести. Работают все. Метут, моют, мусор носят. Как вдруг раздается от гаража отчаянный крик. Кинулись, а там Вася, молоденький лейтенантик, плашмя лежит ни живой, ни мертвый, и сверсток к груди прижимает. Женщины к нему, да как отшатнуться. «Только что же зашел!» — скричала ОБХСС. «Еще теплый, а уже тленом пахнет». Другие тоже принюхались. И то верно. Трупом от Васи разит так, что впору противогаз надевать. Кое-как растолкали Васю, а он мертвой хваткой в сверток вцепился, зубами стучит, и слова вымолвить не может. «Что с тобой? Как это случилось?» — все к нему. А он молчок. Так и повели, едва живого, в кабинет. Усадили на стулы снова с расспросами. А Вася бледный, глаза по полбидона, трясущимися руками возьми, да и открой сверток. Да так неловко, что содержимое тут же на пол и выкатилось, оставляя склизкий, вонючий след. Народ из кабинета так и вывалился. Кто чихает? Кто чертыхается? «Ты какого черта дохлую собаку приволок?» Начальник на Васю орет, а тот только плечами пожимает, да ойкает, зажимая рот. «Понятно», — протянул замполит. Жадность фраера сгубила и заоржал во все горло. «Сколько раз тебе, Вася, говорилось, не куркуй, не шныряй, не крысятничай». Так нет же, увидел сверток и решил, что клад нашел, да? Тут уж все заржали. Славился Вася своим скупердяйством на все отделение. Вот и нарвался на неприятность в виде разложившегося к весне вещдока. «Ну, кто нашел, тому и флаг в руки», — завершил лицедейство начальник РОВД. «Иди, Вася, на кладбище, да похорони это. Хозяин ведь так и не объявился. Висяк у нас». Долго еще эта байка по отделению ходила, обрастая все новыми и новыми подробностями, передаваясь, как говорится, из уст в уста. Потому молодняк и был готов к новому происшествию, произошедшему спустя несколько лет, когда почти на том же самом месте обнаружили милицейский и еще одну страшную находку. Свежеотрезанный мужской половой член. И снова ни трупа, ни того, кто хозяйства лишился. Чудеса в решете заключили на планерке. Может, его нам специально по частям выдают, а человек в заложниках давайте уж сразу закопаем, а не то выйдет, как в прошлый раз по весне. Кто там занимался захоронением второго вещдока, неизвестно, но слышали мы до сих пор ни от ноги, ни от члена. Хозяев в той ментовке так и не нашли. Висяки только и остались. Субтитры создавал DimaTorzok